Ребята, всем большой-большой привет! Я очень рада приветствовать вас снова на своем канале и спасибо, что вы зашли и смотрите это видео. Сегодня хотела сделать такое небольшое видео, рассказать вам об одном сайте, немного прорекламировать саму себя, как всегда. Как многие знают, у меня есть свой отдел в городе Вологде, где я продаю одежду. Типа сток я продаю одежду, ну и заказываю какую-нибудь недорогую на сайтах, на различных девиз моего отдела, если это можно так сказать, или жизненная креда, то есть продавать дешевую одежду, чтобы она была доступна. Многим таким людям, как я, другим, допустим, учащимся каким-то девчонкам, у нас есть поблизости институт, из которого ходят, покупают одежду у нас, много таких категорий людей, молодые мамочки заходят покупать что-то для своих детей и могут купить что-то для себя. И я хотела бы вам рассказать об одном сайте и показать вещи оттуда, которые я заказала вот недавно. Пришли они очень быстро, так как отправляют они транспортной компанией и когда вы оплачиваете заказ свой, они быстро проверяют оплату, где-то в течение трех дней, наверное, это происходит. Потом в течение двух, может быть, суток отправляют вам заказ и через три дня я отправляла транспортной компании ПЭК. Я уже через три дня сегодня получила этот заказ и хочу вам показать. Там можно просто делать заказ вещей, то есть я сделала обычный заказ и можно покупать еще дополнительно лоты, выставленные на продажу. Видимо, это кто-то заказал, но не купил, не выкупил данные товары и они продают эти лоты со скидкой 30%. Очень удобно. Единственное, что на этом сайте, я хочу вам сказать, там больше такой одежды в основном бабской, не бабской. В общем, не то, чтобы там супер какие-то модные выставляются на продажу товара, а такие всякие. В общем, нужно сидеть и выбирать то, что нужно именно вам. Минимальная сумма заказа на этом сайте 5000 рублей, но я, допустим, сделала заказ, основной заказ у меня был где-то на 3200 чем-то и они без вопросов ждали оплату от меня и готовы были отправить просто мой заказ и плюс я еще там, конечно, выбирала лоты. То есть, в основном у меня 1000 на 5 где-то и получилось. Но я думаю, что можно заказать и на меньшую стоимость. Ничего такого сложного. Печатают они вот такие накладные, но я даже накладной сейчас пользоваться не буду, так как на каждой вещи есть такая вот наклеечка. Я уже тут распечатала, мерила, где указан ее артикул и цена, допустим, 112 рублей стоит вот такая вот шапочка под Adidas. Я, кстати, во влоге снимала ее на себе, поэтому вы сможете увидеть. И, может быть, я здесь сейчас что-то тоже на себе сниму. Шапочка такая, но сразу видно, что это не натуральный Adidas, а фейк. Так вот такая наклейка, просто Adidas. По мне, так лучше бы ее не было на самом деле. Я думала, что эти шапки будут без подкладки, но эта шапочка с подкладочкой флисовой оказалась, и подкладка тут не на всю длину шапки, и тут такой загибчик планируется. Ну, такая нормальная, простая шапка. 112 рублей мне кажется вообще супер. Мне надо не перепутать мешки, потому что в одном мешке у меня со скидкой, в другом без скидки. Точно такая же шапочка цвета Охры. Классно, это такой яркий цвет. На картинке, правда, он немножко выглядел более желтеньким, а здесь такой более темненький, но тоже ничего. Здесь подкладочка флисовая уже черная. Дальше еще где-то была черная шапка, тоже такая же Adidas. Вот эта шапка подороже, уже 140 рублей. Не знаю, почему она дороже. Тут, наверное, потому что другой, немножко верхний материал, он такой более синтетический. И Adidas здесь уже вышивка, а не наклейка. Но она без подкладки. Кстати, я думала, что все будут шапки без подкладки. Лучше бы они на самом деле были без подкладки все. Далее, вот такой вот джемпирог. Сейчас покажу вам его. Сразу просто по цене хочу сказать, 196 рублей он стоит. Он просто такой серый, он короткий. У него укороченный рукав, типа летучая мышь. И здесь вот такие вот вязаные, такая вот махра-не-махра. В общем, такие вот вязаные золотистые вставочки. Тут, правда, не очень хорошо, потому что вот эти блестки, они еще после этой вставочки здесь вот торчат. Но я думаю, их просто нужно затянуть внутрь, и все будет круто. Хорошенький свитерок. Я его мерила. Он из такой, кстати, приятной ткани. Не чисто синтетической, а типа хлопок, акрил, в перемешку там с чем-то. Даже такие какие-то махровые ниточки встречаются. Классный джемперочек. Единственный минус, здесь нет никакой бирки. И здесь нет бирки состава тоже сбоку. Но, знаете, за 200 рублей, если бы я заказывала для себя, мне он понравился, в принципе, я могу его такую вещь носить. Я думаю, многие из вас смогут такую вещь носить, потому что она хорошенькая, такая, приятная к телу. Но за 200 рублей это можно простить, да, от того, что нет наличия бирки и нет состава. Состав, мне кажется, нормальный. Типа акрил. Ну, нормальный за 200 рублей нормальный. Хотела бы еще сказать, что вещи по качеству, примерно как Китай, но вот эти джемперочки, здесь у меня разные размеры, они вообще хорошие, классные. Я думаю, что они очень понравятся моим покупателям. Дальше я закладывала перчатки. Хочу найти открытую упаковочку, чтобы показать их вам. Перчатки. Вот такие вот. Стоят они 98 рублей на этом сайте. Я не знаю, конечно. Я буду их тоже продавать недорого, потому что, на самом деле, мне кажется, они с подкладочкой, вот с такой вот внутри. На сайте этого просто, может быть, не видно. Если кому-то нужно, я могу дать конкретно ссылки на товар. И немножко так все пальчики слиплись. Не знаю, что это за размер. Наверное, седьмой. И я не знаю, вот как насчет вот этих всех швов. Может быть, они при носке достаточно быстро разойдутся. Может быть, недостаточно быстро. Но так как я буду продавать это дешево, я думаю, что люди будут довольны такой покупкой. Дальше, что еще из перчаток я заказала. Вот такие вот простые серые, но я думала, что они будут как осень. Но они, на самом деле, вообще как зимний вариант. Идут тут меха просто куча внутри. И размерчик тоже маленький на мою руку. Тоже стоит 98 рублей. И здесь еще один тоже серый. Немножко поширюшу. Тоже серый. Тут немножко другая уже подкладочка. Тоже 98 рублей. Они такие длинненькие. Подкладка уже не такая толстая. Клевые, кстати, перчаточки такие. Хорошенькие. И такие, знаете... Мне кажется, их даже хватит не на один сезон. И они такие тепленькие. Можно зимой, холодной осенью носить. Такие длинненькие. Классно, кстати. Хорошенькие перчаточки. Мне тоже нужны бы себе перчатки. Но я хотела бы без подкладки уже сейчас что-то себе заказать. Дальше. Такие вот блузочки я заказывала. Где я увидела брак, я вам сейчас покажу. Но не на этой. Хотя на этой тоже, знаете ли. Ну, что я хотела сказать по качеству. Я, кажется, сказала, что примерно как китайские вещи. Особенно вот эти блузки дешевые. Блин. 185 рублей. Написано размер 40-42. Ну, вот здесь, допустим, вот в этом вот шифоне я уже вижу, что затяжечки такие маленькие есть. То есть нитка куда-то затянута, вытянута. Ну, за 190-200 рублей, конечно. И здесь какое-то еще желтое. Нет, это просто грязь какая-то. Мусоринка типа от коробки. Типа мой кот растряс коробку и мусоринку сюда посадил. Это вполне возможно. Вот такая вот блузочка. Нормальная, кстати. Можно ее надеть, поносить. Может быть, даже не два раза, знаете, побольше. Дальше вот такая блузочка. Хотела вам ее показать. Здесь я заметила брак. Поэтому хотела показать ее вам. Она стоит 168 рублей. Выглядит она как китайская блузка, действительно. Но с Китая неудобно заказывать сейчас из-за высокого курса доллара. Если вы простую, даже такую, да, будете заказывать, она будет стоить, может быть, даже больше, чем 200 рублей. И пройдет дорого. И у нее тут вот такой вот поясочек в комплекте. Но здесь оборван край. Вот эта вот ниточка. Здесь уже начал сам материал распускаться. Это, конечно, можно, в принципе, поправить, аккуратненько зашить. Но я думаю, там есть такой вариант, что можно фотографию вставить и написать, почему ты недоволен этим товаром. И может быть, типа, спора, не спора. В общем, как бы твои претензии к заказу можно написать. И я думаю, я это сейчас сфотографирую, сделаю. Может быть, засчитает мне эти деньги. Если засчитает, то хорошо. Если засчитает, то тоже, в принципе, ладно. Дальше я заказывала вот такую блузочку. Блузочку, не блузочку. Постойность опять забыла сказать. 160 рублей. Туника такая, тоже кружевная. А вот так она выглядит. Так, это вообще тут замочек. Размер на самой на ней написан М. Ну, это 42-й. Тумбау. Вот она такая выглядит. Там у нас подкладочка, сверху просвечивающаяся. Такая достаточно интересная туничка. Неординарная мне показалась. Такой не бабский вариант. Поэтому я ее заказала на продажу. Так как у меня в основном на деле все молодежные. Еще заказала пару... Так, это платье. Платье тоже хочу вам показать. Написано было, что маломерить на размер. Стоит 210 рублей. Поэтому я заказала 44-й. Хотела посмотреть соответствие размеров и примерить на себя. И здесь, кстати, просто белый верх, черный низ. Верх с длинным рукавом. Здесь желтое пятно на воротнике. Не знаю, как насчет пятен. Принимают ли они претензии. Но платье оказалось, что он немаломерит. Так как оно мне велико. Но у меня вообще 40-42 размер. Ну, нормальное такое, знаете. Обычное платье. Никаких у меня к нему претензий нет. Кроме пятна. Я его сюда положу. Тоже сфотографирую и покажу им. Я еще заказывала простые такие джинсы. Но я не хочу даже их распаковывать. Обычные джинсы я старалась заказать, чтобы на них было мало всяких вот этих вот стразов, каких-то нашивок. 168 рублей. Там еще за 200 рублей. Я просто, наверное, ссылочки оставлю. Внизу вы сможете посмотреть. И может быть потом у меня в группе моей, которая у меня к этому магазину прикреплена, я фото сделаю отдельно. И вы тоже сможете их посмотреть. Мне здесь жарко так рядом с батареей сидеть. Просто видео, думаю, длинным уже получается. Растянутым. Это будет неинтересно. Сейчас по-быстрому хочу вам показать товары, которые я купила со скидкой. Лоты собранные. То есть там в лоте, допустим, несколько вещей разных. Разные размеры. То есть там установлены размеры в этом лоте. Допустим, вы смотрите. Человек явно заказывал под себя эти размеры. Допустим, и не выкупил их. И все вещи там 48 размера идут. Выбираете по лотам. Там достаточно интересное есть предложение. Допустим, я заказала тапки вот такие. Вот я их оставлю точно что себе. Это 36-37 размер. Они 119 рублей были без скидки. Минус 30% скидка. То есть они где-то 80 рублей стоят. У них подошва вот такая вот. Не тканевая, типа травка, не травка, дерево, не дерево. Что-то такое. Вот я, типа папируса, да, что-то такое. Засушенные травы. Я себе их оставлю. Они мой размер. Я буду их дома носить. Тоже в лоте были вот такие вот шлепанцы. Это тоже 37-й, кстати, размер. Но мне они не нужны. Они 140 рублей, минус 30%. То есть где-то 98, по-моему, рублей не стоили. Я их кому-нибудь продам. Так, это минус скидка от этих синих. Такое вот интересное длинное синее платье. Оно без скидки было 800 с чем-то рублей. Я со скидкой его приобрела за 600 с чем-то рублей. Но это тоже не мой размер. У меня оно будет на продажу. Просто вот такое вот длинное платье. На картинке лучше можно понять. Хорошенькая такая ткань. У меня сразу на нее Кузя уже покушался. Вообще, клево, конечно, было бы, если бы у меня был отпариватель. Я могла еще все это бы отпарить. Но у меня его нет. И оно будет висеть мятое, если я его не поглажу. Надеюсь, что у меня будет возможность это погладить. Дальше. Вообще, клевую такую юбку. Она 42-й как раз размер. 210 рублей без скидки. Со скидкой она что-то около 160 рублей получилась. Она длинная, простая юбочка. Внутри вот такая вот ткань достаточно плотная. Хлопок белый с черным рисунком. Сверху желтая сетка. Классно так выглядит. Прикольно. 42-й размер, правда, маленький. Но 42-й, может быть, на 44-й кому-то подойдет. Кто носит длинные юбки. Вообще, классно за такую цену такую юбочку купить. Так. Мне, ребята, еще надо все это потом не перепутать. Потому что, чтобы я могла цену поставить. Вот такой вот жакетик. Он стоил 490 без скидки. Со скидкой, по-моему, 343 рубля. Извините, что я шуршу, но все пакеты шуршащие. Тоже классно выглядит. Единственное, что написано 48-50 размер. И цвет очень приятный. Кто-то выбирал классный цвет. Но размер 48-50. И такие вот укороченные прозрачные кружевные рукавчики. Тоже вот, блин, если бы его погладить, он очень классно смотрелся даже в продаже магазина. Дальше, что здесь есть? Вот такая глузочка. Но она пришла с дефектом. У нее здесь украшение. Сверху бантик. И этот бантик поломан уже. Поломался. Я хочу тоже сделать фото. Но, в принципе, я ее и так продам. 210 рублей минус 30%. То есть где-то тоже 160 получается. Может, даже дешевле фото. Сейчас сделаю. Не знаю. Ну, засчитают, наверное, это браком. Но я попробую. Мне пришли, я не знаю, в подарок, не в подарок. Но у меня их не было в заказе. Еще вот такая вот вещь. 70 рублей написано. Ну, так качественно выглядят. Классно. Я бы тоже такие, может быть, наделала. И вот такая вот курточка еще была. Она уже без пакета была. Просто в этом желтом пакете. По стоимости я даже не скажу вам. 400, по-моему, с чем-то рублей. Это уже цена со скидкой. Или около 600. Мне, кстати, надо посмотреть, потому что я не помню. Тут просто пуговки. Она под кожей сделана. Цвет такой интересный. Но размерчик большой такой. Достаточно, по-моему, 48-50. Качественная. Достаточно качественная такая. Мне нравится. Я бы померила такую, если бы была моего размера. Она. В общем, ребят, я вам оставлю ссылку на сайт. Если вы хотите, посмотрите. Если интересуют какие-то вопросы, спрашивайте меня. Надеюсь, что вам было интересно вообще такое видео. Посмотреть, откуда что я заказываю. Узнать. В принципе, если у вас есть желание, вы сможете что-то заказать для себя. Единственное, что я думаю, что если заказывать вещи для себя, надо выбирать какие-то не совсем дешевые, а какие-то более дорогие. Там есть курточки, кстати. Можно заказать курточку. Тысячи за две, за полторы. Что-то для себя такое выбрать на осень или на зиму на следующую. И, мне кажется, придет достаточно хорошее качество. То же самое, что продается в магазинах. Я для себя курточку тоже там уже присмотрела. И, возможно, что закажу ее в следующий раз. И покажу ее вам, если вам это интересно. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки. Не забывайте, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на канал. Буду очень рада вам и всем моим новым зрителям. Пока-пока. Ваша любовь.